Скриншоты, 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 скриншоты из моих актуальных. Мне что-то быстровато, когда пейки отвечают. Мне кажется, они серьезно ждут и думают, что я снимаю видео. И это мне пишет пейк. Она мне отправила фотографию. У меня в директе таких, Карин, как ты, миллион. То она отправила... Боже мой, что это? Она отправила фотографию с Никитой Златоустом, с моим хорошим другом. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я опять снимаю видео-переписку, потому что их действительно давненько не было на моем канале. И вы все просили и писали, Карина, ну поскорее сними ролик, где ты с кем-то переписываешься, кого-то подкалываешь или вводишь на чистую воду, скажу так. В общем, сегодня все-таки я решила опять же снять переписку, поэтому если вам интересно, то оставайтесь со мной. И переписываться я буду сегодня со своим фейком, да, так как их развелось действительно очень-очень много. И все ежедневно написывают мне какую-то дичь, но на этот раз фейк, с которым мы будем переписываться, утверждает, что он действительно я. На меня он не подписан, за мной якобы не следит и выставляет тот аккаунт, который он начал вести якобы за Карину Аракелян. Типа он я. Надеюсь, я правильно объяснила. Не знаю, кто скрывается за этим фейком. Девушка, парень, мне в принципе без разницы. Сегодня мы выведем этого фейка на чистую воду и переписываться я с ним собираюсь со своего официального аккаунта. Не знаю, будет ли переписка длинная, будет ли она короткая, но так или иначе я напишу этому фейку действительно со своего настоящего аккаунта. И, кстати, ник моего инстаграма вы видите сейчас на своих экранах. Если вы до сих пор на него не подписаны, то обязательно подписывайтесь, потому что туда я выкладываю очень много всего интересного. Делюсь с вами крутыми публикациями, да, и рассказываю очень много своих секретиков, отвечаю на вопросики. Давно я не снимала подобные видео, я уверена, что вы по ним, да, действительно очень сильно соскучились, поэтому не буду медлить. Давайте наберем под этим роликом 50 тысяч лайков. Я знаю, что вы у меня очень активные и способные ребята, поэтому давайте все-таки нажмем лайк, и если вы не подписаны на мой канал, то обязательно чуть-чуть лисни вниз и нажми на красную кнопочку, преврати ее в серую. И вступай в нашу семью Ракелянчика, ведь нас уже 2 миллиона 300 тысяч, и я радуюсь каждому подписчику. Спасибо вам огромное, мои зайчики, за то, что вы есть, я вас безумно люблю. Ну а это переписка с фейком, мы можем начинать, поехали! Перед тем, как начать, забыла вам напомнить о колокольчике. Нажимайте обязательно на него, чтобы смотреть мои видео первыми, ничего не пропускать, и смотреть первыми еще премьеры, потому что все ролики выходят именно с помощью премьер, да. Ну что ж, вот так вот выглядит этот прекрасный аккаунт, и ее зовут Ара Келянка. По крайней мере, решила она так назвать свой профиль, да, действительно, ничем не отличается практически от моего. Итак, прочитаем описание профиля. Твоя Кариночка дофига эмоджи, видеоблогерша с двумя миллионами, два эмоджи лимона. Расскажу свои сокровенные секретики за 5000 рублей, пишите в директ. Ага, то есть она еще и обманывает моих зрителей, которым якобы может рассказать какую-то откровенную информацию про меня же за 5000 рублей. Ну что ж, я думаю, что со временем мы узнаем, какую информацию она может рассказать, и да, именно эта надпись меня и привлекла. Я бы еще подумала над тем, чтобы снимать ролик с ней или не снимать, если бы не было вот этой надписи, которая относится к деньгам. На самом деле, я не люблю, когда фейковые аккаунты обманывают моих зрителей, потому что это действительно неправильно, и я вам хочу сказать, что да, ребят, у меня существует только один аккаунт, и ник вы его сейчас видите на своих экранах. Ни в коем случае не ведитесь на всякую херню, на аккаунты, в которых дохерища, я помню, даже у меня был лайф-аккаунт фейковый, хочу вам обязательно об этом сказать. Там было 50 тысяч подписчиков, вы понимаете, 50 тысяч, и люди действительно думали, что у меня есть лайфовый аккаунт. Нет, у меня один аккаунт, и я не планирую пока что создавать никаких новых. Посмотрим другие фотографии, какие есть. Итак, моя подписчица была в шоке, когда узнала это про меня. Покупайте самые сокровенные секреты про меня. Думаю, вы тоже будете в шоке. Ой, боже, ребят, мне интересно, что же такое она может рассказать за эти гребаные 5 тысяч рублей. Я действительно просто в шоке, раз она уже так начинает подписывать фотографии. Итак, следующая фотка. Дорогие мои, покупайте у меня информацию про меня. Сегодня у меня настроение ответить на все. Да, ребят, действительно, я заходила, я смотрела этот аккаунт перед тем, как снимать видео. Но сториз я не смотрела, потому что хочу посмотреть их вместе с вами. Итак, да, я взглянула на эти подписи и решила все-таки снять ролик, потому что так обманывать зрителей, я думаю, нехорошо. И пофиг, сколько подписчиков у этого аккаунта. Хоть 7, хоть 5, хоть 1 подписчик. Я думаю, раз уже у нее кто-то покупал, судя по описанию каких-либо фотографий, это неправильно. Итак, следующая фотка. Сегодня я мышонок, не терпите поделиться с вами своими секретами. Ну, понятно, в итоге опять какая-то либо девочка, либо мальчик маленького возраста, потому что, ну, я тоже в детстве занималась подобной херней. Ну, я уверена, что со временем многие фейки и так поймут, это бесполезно, нафига нужны эти фейковые аккаунты, действительно, им вкатывает, да, обманывать моих зрителей. Итак, попробуем посмотреть истории. Ага, скриншот из спортзала, из моего, куда я хожу, еще один скриншот, еще один скриншот, запись экрана-то нельзя было сделать. Еще один скриншот, еще, еще. Еще отвечу на вопросы. Я напишу ей, привет. Не знаю, придет, еле не придет это уведомление, ну, ладно. Дальше. Какой у тебя натуральный цвет волос? Опять же, где я отвечала на вопросы, скриншоты, 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 скриншоты из моих актуальных. Еще один скриншот, еще скриншот, 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 скриншот. Прекрасные истории, да, никакой такой нормальной информации мы в сторис не нашли. А я думала, что все-таки получится нам с вами что-нибудь разгадать или разузнать, потому что у многих фейков вне камеры. Я замечаю некоторые истории, когда мне просто интересно посмотреть, где они выкладывают действительно себя. Типа, я Карина Аркелян, и лицо не мое, и я над этим действительно очень долго угораю, но тут окей, ничего интересного, надеюсь, что фейк нам ответит. Итак, пишем. Приветик, как твое настроение? Ты правда Карина? Куча вопросительных знаков, но на этот раз я буду переписываться уже как, ну, как я. Да, постараюсь, конечно же, без ошибок, потому что иногда вы меня, да, ловите на том, что я ошибаюсь в некоторых сообщениях, но я думаю, что ничего страшного, все мы ошибаемся, в этом ничего такого страшного нет. Мне что-то быстровато, когда фейки отвечают, мне кажется, они серьезно ждут и думают, что я снимаю видео. Итак, мне ответили. Привет, да, я Карина, а ты кто? Я тоже Карина, ты же фейк. И чтобы вы понимали, ребят, то сообщение, которое я написала, типа, ты правда Карина, это я как бы подстегнулась, нереально написала, так что имейте в виду, где подписчиков накручивала. Чтобы вы понимали, у меня 1 миллион 200 тысяч подписчиков в Инстаграме, и этот фейк мне сейчас пишет, что я накручиваю подписчиков. Понятно, с этим можно не спорить, я просто лайкну это сообщение со своего официального аккаунта, и мне интересно, как она будет себя дальше вести. Ты реально думаешь, что ты Карина? Боже, какой фейк нафиг? Я не фейк. Я там не пишет фейк. Слушай, у тебя написано, что ты продаешь личную информацию за 5000 рублей. Это правда? Она мне отправила фотографию в истории с моей родной сестрой Полиной. Она действительно похожа на как реальную фотографию, поэтому будь я, может быть, какой-то подписчица, я бы, может быть, и поверила. Но я-то помню, что я записывала эту историю, поэтому я не поведусь. Ну, естественно, блять, я Карина. В чем вообще происходит? Она написала, да, продаю, отвечу на очень откровенный вопрос. О боже мой, ребятки, у меня просто нет слов. Окей, давайте все-таки попробуем ей перевести эти деньги. Мне очень интересно, что вообще будет дальше происходить. Мне не жалко, и так как я снимаю видео, я в жизни так и не делаю, то я могу перевести эти гребаные 5000 рублей, чтобы узнать те секреты, которые она обо мне же и расскажет. Посмотрим. Но пока поболтаем с ней, не будем сразу переводить деньги, чтобы она не убежала от нас, не кинула нас. Хотя, кстати, возможно, что она нас и кинет на деньги, такое может быть. Буду, но потом. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты ответить на несколько вопросов? Блять. Я только что прочитала, ребят, что она написала. Будешь кидать деньги? Нет, сейчас. Я только так принимаю. Ну, если ей действительно нужны будут деньги, то она немножечко подождет. Окей, ладно. Для такого фейка писать такие сообщения, мне кажется, неприемлемо. Хотя я думаю, что она понимает, что я переписываюсь с ней с официального аккаунта. И вполне себе не исключено, что она думает, что я снимаю ролик. Потому что, блин, ну, сейчас все так и происходит. Многие создают аккаунт ради того, чтобы я сняла тупо видео. Все может быть абсолютно по-разному. Окей, посмотрим, что дальше. Либо отстань, фейк ты. На какие вопросы? Ну, попробуй задать, я отвечу. Слушай, что-то часто я пишу. Слушай, я тебе не верю. Я Карина, и я правда не накручиваю. Я помню, кстати, ребятки, меня очень многие обвиняли, когда я только начинала снимать видео в том, что я накручиваю подписчиков. Еще когда жила в Челябинске, и когда у меня был такой резкий рост, то есть по 5-10 тысяч подписчиков в день, и все писали, что за сколько накручиваешь, что реально накручиваешь. Господи, ребятки, я не понимала вообще, что даже можно было накрутить подписчиков. Я ни разу этим в жизни не занималась, не говоря о том, чтобы брать вообще даже у кого-то рекламу. Вся моя аудитория, это чисто моя аудитория, которая нашла меня на YouTube или в интернете. Но ни в коем случае я нигде не пиарюсь и не беру ни у кого рекламу, потому что, ну, блин, я хочу сделать что-то такое свое, снимать свой контент. И ни разу ни копейки не тратила на рекламу у кого-либо. Вот такая вот вам информация. Это, наверное, тоже секретик, который фейк нам может рассказать. Окей, я думаю, все равно она напишет какую-то херню. Какая ты, Карина, не смеши, а ты накрутила подписчиков. Я знаю, в какую программе. У меня брат программист. Слушай, вау, так у тебя нет брата. Что за капец? У тебя же есть сестра. Сестра. И ее зовут Полина. И она мне написала, у меня в директе таких, Карин, как ты, миллион. И это мне говорит фейк с семью подписчиками. Да, прекрасно. Да, в другой комнате брат, ему девятнадцать. А можешь сфоткать? Я бы очень была рада братику, на самом деле, младшему, только старшему. Я не знаю, как вообще. Напишите в комментариях, у кого есть старший брат и как его зовут. Обязательно напишите, мне будет очень интересно прочитать. Но, а мне повезло с сестренкой. У меня очень крутая сестра Полина. Я уверена, что вы знаете. Сто процентов знаете. Итак, посмотрим, что же нам написал фейк. Как тебе такое, Кариночка, фейк? Да без проблем. Ща я схожу, он меня зовет. И как раз сфоткаю его. Я жду. Как сфоткаешь, я куплю у тебя личную информацию за пять тысяч рублей. Так сказать, мы ее смотивировали, да, на то, что здесь... Что она отправила? Боже мой, что это? Она отправила фотографию с Никитой Златоустом, с моим хорошим другом. И написала, мы сфоткались. Три сердечка. Посмотрим ее подписки. Ага, да, она действительно подписана на блогеров. И это очень даже прикольно. Окей, посмотрим дальше. Его зовут Максим. Ну вот-вот, как видишь. Я и мой брат, кстати, да, мне сказала вам о том, что она не подписана на Златоуста. Вполне себе возможно, что она не знает, кто это такой. И думает, что это просто фотография с мальчиком. Поэтому выставляет его якобы за моего брата. Окей, для фейка это нормально, допустимо. Итак, кидай номер, куда переводить. Будем проверять мы, ребятки, с вами таких фейков, потому что себя вести так, это действительно неправильно. И я считаю, что это недопустимо. Я уверена, что меня просто либо кинут на деньги, либо сказанут какую-то тупую информацию, которая не стоит 5000 рублей, и которую я выкладывала либо в сторис, либо говорила в видео, либо этот фейк просто нашел какую-либо фейковую информацию в интернете. Я не знаю, что вам приходит в голову, ребятки, когда вы создаете фейковые аккаунты. Я не обращаюсь ко всем и говорю к тем, кто действительно их создает. Это очень тупо, не нужно так делать. Я считаю, что это действительно не то, что вам нужно. Лучше создайте действительно свой аккаунт, станьте блогером. Я такое только поддерживаю, потому что я тоже со всего этого начинала. Это очень круто, это очень прикольно, тем более, если у вас огромное количество вдохновения. Вот. Но тем временем мне фейк отправил номер карточки. Я замажу карточку, чтобы не было ничего такого. И фейк дальше написал. Это правда карта моей мамы, но ничего, кидай, кидай. Кстати, я еще покатать тебе могу. Тебя зовут Даша, да? Просто я уже и так знаю, что ты не настоящая. Ага. Нет, я Карина. Сейчас переведу. Боже мой, господи, это такой бред. Итак, заходим в Сбербанк. Сейчас мы посмотрим, как зовут маму этой прекрасной девочки. Итак, вводим номер карты и переводим 5000 рублей. Итак, маму этой девочки или саму девочку зовут Марьяна. Очень круто, безумно приятно. И она, мне кажется, максимально не палится, да? То, что она мне дала номер карты, где в Сбербанке можно посмотреть, как кого зовут. Это, кстати, безумно тупо. Я, кстати, на это раньше внимания не обращала и очень быстро переводила. Теперь буду так делать. Итак, Марьяна. Очень круто. Но мою маму зовут, к сожалению, Анна. И это, как оказалось, не настоящая Карина Аракелян. Это и так было понятно. Но это действительно тупо, господи, выставлять меня же за... Меня за нее. Фу, господи, я уже запуталась. Итак, переводим 5000 рублей. Мне будет немного жалко, но перевод я сделала. Переходим к ней в сообщение. И я напишу. Перевела. Пришли? Ну, расскажи же уже информацию. Я действительно перевела 5000 рублей. Ребятки, мне интересно, что этот прекраснейший фейк обо мне такого расскажет. Провокационного. Потому что в описании профиля напишено... Написано. Расскажу свои сокровенные секреты. Ну, что у тебя там что интересует? Ну, как бы и она должна была мне сокровенные секреты рассказывать, а не я его просто задавать, на которые она же отвечала до перевода денег. Окей. А что можешь рассказать? Мне будет очень интересно. Посмотрим, 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 что такого расскажет нам фейк. Дальше она мне пишет. Могу рассказать, как я сбежала из дома в 13 лет. Ты не поверишь даже. Итак, ребятки, мне уже становится максимально интересно. Я скажу. И все? Я тебе заплатила целых 5000 рублей. Так что не надо меня тут обманывать. Это прекрасная наша Карина Аракелян печатает. Что же она скажет на этот раз? Посмотрим. И что? Это еще мало, понимаешь? Я тебе тут ответила. Ты должна была быть благодарна мне. За что? Так что рот офф. Блядь, это, кстати, смешно вообще. Надо взять на заметку. Так что рот офф. Блядь. Я даже скриншот сделаю. Это капец, как смешно. За то, что я тебе ответила. Понятно? Деньги я тебе не верну. Никто не узнает об этом даже. Ну да, я не уверена. Ну, больше 200 тысяч человек, я уверена, узнают. Которые сейчас смотрят мое видео. Всем приветики, да. Сколько ты не жалуйся. Три восклицательных знака. Итак. Даже если мамочке пожалуешься. Ну, я не ты. Передавай своей маме Марьяне привет. Да, ты права. Она начала писать капсом. Ты настоящая Карина. О, господи. Да, ребятки, это можно вызвать уже тем, что мы вывели Пейка на чистую воду. Чего я, в принципе, и добивалась. Довольно. Тысяча вопросительных знаков. Итак. Это я. Фотография какой-то девочки. У меня чуть инстаграм не вылетел. Ага. Вот такая вот фотка. И она пишет. Это я. Я не стыжу себя. Ты ужасный человек. Ага. Ну, как бы... Зачем тогда ты создавала Пейковый аккаунт, если я ужасный человек? Ага. Очень круто. Потрясающе. Не хочу с тобой иметь никаких дел. Я ей напишу. Деньги-то верни. Потому что обманывать на деньги, я так считаю, нехорошо. А ты вот иди лечись. Ты что, совсем ненормальная? Верни мне 5000 рублей. Я тебя обманула, пишет Фейк. Если этот аккаунт к моменту выхода видео не удалится, пожалуйста, пишите этому Фейку, чтобы он вернул мне деньги. Потому что это действительно тупо. Мне на самом деле не жалко. И я знала, на что шла. Я знала, что меня могут обмануть. И я была к этому готова. Так что, как бы, возвращение денег не обязательно. Просто, как бы, у человека должна заиграть, как бы, совесть, да? Чтобы она хотя бы сама додумалась до того, что деньги нужно возвращать. 5000 это не 100 рублей. И они, как бы, на полу не валяются, я так считаю. И дальше она пишет. Пришли мне еще. Ты ведь потратила мое время. А мое время золото. Либо мой брат уже настоящий к тебе придет. Он вот реально существует. О, боже мой. Мы найдем тебя и где ты живешь. Аж так, что не наезжай тут. Ой, ребятки, на меня тут девочка начинает тяпкать. То, что она найдет, где я живу. Очень круто. Просто потрясающе, я вам скажу. Идеально. Превосходно. Я даже не знаю, что еще сказать насчет этого фейка. Этот фейк, я думаю, не сравним ни с какими другими. И раньше, да, я действительно переводила деньги. Но не так много. На этот раз, да. Я уверена, что ролик вам понравится. Посмотрим, что фейк, в принципе, сможет сказать дальше. И что? Ищи. Так, она не читает сообщения. Ребятки, меня просто заблокировали. И я сейчас не смогу зайти на ее профиль. Посмотрите, она действительно просто меня заблокировала. Ребят, вы просто посмотрите на это. О, господи, боже. Видно, ребеночек напугался. Итак, итог сегодняшнего ролика. Запись экрана я, пожалуй, уже могу убирать. Итак, нас обманули на 5000 рублей. Мы убедились в том, что фейков дохера. И они действительно любят обманывать то на деньги, то просто обманывать моих зрителей какой-то лживой информацией или чем-либо другим. Этот фейк просто напугался. Я уверена, что он, может быть, что-то подумал. Но надо же как-то якобы зарабатывать деньги. Я вам, ребят, советую так не делать. Мне действительно не жалко было эти 5000 рублей. Если они и так нужны, то пусть она их заберет. Как бы лучше зарабатывать деньги честным способом, нежели чем обманывать людей. Тем более обманывать меня. И как бы вы, ребятки, поняли, какие люди существуют, что не нужно на это все вестись. Поэтому спасибо вам огромное за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой настоящий инстаграм. Ник вы его видите сейчас на своих экранах. А также я собираюсь скоро снимать видео. Колесо управляет чем-либо. Напишите мне, пожалуйста, ниже в комментариях, какое видео с вот этим прекрасным колесом вы хотите видеть на моем канале, потому что ролики на подобную тему вам безумно понравились. И я думаю даже снять ролики, которые относятся к макияжу. Может быть, попробуем что-то новенькое. Я уже начала делать более-менее адекватный макияж. У меня появляется опыт. И я хочу попробовать поделиться этим опытом с вами. Может быть, понабрать какую-нибудь новую аудиторию, которым интересна и эта тема. Напишите, хотите ли вы видеть видео про макияжа. Я вам говорю спасибо огромное за просмотр этого видео. Я уже забила на этого фейка, потому что я не первый раз снимаю такие видео. И это действительно самый настоящий трэш. Спасибо вам огромное за просмотр этого ролика. С вами была Карина. Не ведитесь на фейков. Не переводите никому деньги, как это сделала я. Но я сделала специально, чтобы показать вам, чтобы вы такой херней не занимались. С вами была Карина. Не забудь поставить лайк и вступить в нашу семью Аракелянчиков с помощью подписки на мой канал. Ну а я вас люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok